Здесь немного разрушений, так как не было использовано тяжелое вооружение. Всего 200 солдат сирийской армии смогли освободить этот район. Вот отсюда началась операция. Правая и вперед. Другая группировка. Вахваш север. Это была первая сторона. Дальше закрепили позиции. Справа и слева начали продвижение вперед. Затем начали дробить и окружать противника по частям. 15 дней назад. Слева вся территория заминирована. Все заминировано. Здесь начинается другая деревня. Слева все заминировано. То, что нашли, разминировали. А внутрь еще не заходили. Здесь у нас один солдат погиб. Два дня назад. Подорвался на них. Ухода прямо. Здесь все заминировано. Все ворота заминировано. Вот эти тамасские ворота. Мы прикрепили все заминировано. Невозможно войти. Потому что заминировано. Любую вещь тронешь сразу зарыжить. Террористы ожидали, что атака будет со стороны Замасных ворота. Удастся в воду. Солдаты не стали атаковать в воду. А ударили с разных сторон. Мина в основном противопихотная. С bildкой было с адрористы. Нази моторов нахористовщик. Они разошли к siè temu. Мы stuck идем с богатой одноsw conscient. В каждой � bên комcarии с Армагой Нpra Πаката, а способность ростовued. Просто подошли в��. Он было скремленно. Берируи еще раз. В этой мечети располагался штаб местного отряда фронта «Альмусы». Боевики делают из мечети казармы и командный пункт. Устраивают укрепленные огневые точки. Они открывают огонь по солдатам. И когда армия отвечает, они начинают жаловаться на притеснение верующих. Гильзы тщательно собираются, чтобы сдать их как лом цветного металла. Здесь прямо в мечети боевики спали. Здесь же долечивались их ранены. Это какой-то обломар, у которого были суставы. Этот автомобиль использовали боевики. Судя по скрутке проводов, машина была угнана у владельца. В этом здании располагался главный командный пункт фронта «Альмусы». подразделения, которые были разгромлены в этом городке. На полу осталась кровь раненого боевика. Судя по кроссовку, одно из ранений было в ногу. Мы пытались понять, что в штабе боевиков делают фрагменты скелета собаки. Но внятный ответ найти не смогли. Проблем с продовольствием у них нет. Разве что кто-то из командиров имеет пристрастие к собачателю. На первом этаже сидел командир группировки. На втором этаже – пыточная. Видите, подвешивали к потолку. Среды крови, которые, видимо, отмывали достаточно часто и выполняли. Стандартная пыточная пыточная. Говорят, что когда они взяли в штаб-квартиру группировки, здесь лежали все пыточные приборы. Мы их просто отсюда ввезли. Излюбленная тактика боевиков подкопа. В русле оросительного канала нам показали начало планировавшегося подкопа боевиков. Боевики четыре раза через эту рощу пытались атаковать позиции сирийской арабской армии. У них ничего не получилось. И тогда они стали рыть этот подземный ход, чтобы подойти под этот забор и взорвать блокпост сирийской арабской армии. У них этого просто не получилось из-за нехватки времени. Мы с вами посетили очередной сирийский городок, Шабаар, который год удерживали боевики. И, как вы видите, эти идейные борцы за всемирный джихад на деле являются обычными варварами и грабителями, после которых остаются разграбленные дома, фабрики, города. Марат Мусин, Андрей Филатов, Григорий Нестеров, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск. Анна Ньюс, Дамаск.